Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Джанар Смаилова и мы сейчас находимся в психофизиологической лаборатории научно-образовательного центра ЗИАТКЕР. Сегодня я вам расскажу о таком интересном аппарате, как БОС-аппарат. На слайдах, обратите внимание, этот аппарат изображается точь-в-точь, такой, как у нас. Сейчас я вам позже продемонстрирую, как он работает. А для начала немножечко расскажу, что это за БОС-аппарат и что это за БОС-тренинги. БОС-аппарат – это система психофизиологического тренинга методом биологической обратной связи. Кинезис. У нас этот аппарат есть с 2013 года и мы работаем на этом аппарате для коррекции, для развития стрессоустойчивости, для развития других психофизиологических процессов, тех людей, которые к нам обращаются на ПОС-тренинги. Биологическая обратная связь – на английском это звучит биофедбэк. И это технология, которая включает в себя комплекс исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических процедур, в ходе которых человеку посредством внешней цепи обратной связи, организованной преимущественно при помощи компьютерной техники, предъявляется информация о состоянии изменений тех или иных физиологических процессов. На картинке вы эту схему можете увидеть на слайде, и чуть позже я вам покажу реально, как это выглядит на нашем приборе. Нил Миллер, американский психолог и физиолог, он дает такое определение биологической обратной связи. Это немедикаментозная, высокоинтеллектуальная технология исправления психофизиологического эмоционального состояния. То есть тот человек, который прошел БОС-тренинги, он становится более стрессоустойчивым, способен управлять своими психофизиологическими эмоциональными состояниями. Суть метода биологической обратной связи, по-другому мы называем этот метод БОС-тренинг, заключается в обучении произвольному управлению физиологическими процессами организма. То есть в ходе БОС-тренингов, БОС-обучения организм, мозг человека научается управлять физиологическими процессами. Это очень сложно. То есть просто научиться управлять своей физиологией, своими физиологическими процессами, это нелегко. А вот БОС-аппарат помогает в таком обучении, тренировке. Поэтому этот аппарат называют БОС-тренинг, БОС-тренинговая аппаратура. Через какие параметры может идти тренировка? Через сердечные сокращения, то есть пульс, через давление, то есть через дыхание, через диафрагмальное дыхание и через электроэнцефалографические ритмы, через ЭЭГ, ритмы головного мозга. БОС-метод лежит в основе формирования новых физических стереотипов. То есть в ходе БОС-тренингов формируются новые стереотипы поведения, то есть новые навыки, новые способы реагирования формируются на уровне формирования ритмов головного мозга. Через ритм головного мозга тренировку этих ритмов вырабатывается тот или иной стиль реагирования в стрессовой ситуации, тот или иной стиль поведения в каких-то экстремальных ситуациях, экстремальных случаях. Базовой информацией для метода БОС является данные ЭЭГ, электроэнцефалографии, показания сердечной деятельности и дыхания. То есть наше оборудование, которое сейчас я вам покажу, как работает, оно настроено, оно может работать на записи, на реакции трех показателей физиологических человека. Какие показания применению БОС-тренингов? Их достаточно очень много, потому что сейчас БОС-тренинги становятся очень популярными, очень востребованными у людей и в системе образования, и в бизнесе, и в юридической сфере. Обратите внимание, на слайде я указала несколько, которые в большей степени относятся к системе образования, не к системе медицины, где используется БОС-коррекция, и не в системе, не в юридической сфере, не в системе подготовки каких-то спецслужб и так далее, а именно в системе образования. Но первое – это коррекция гиперактивности и нарушение внимания у детей. Эта проблема достаточно очень распространенная. У нас таких обращений было достаточно для того, чтобы накопился опыт. Это первая рекомендация или первое показание, по которым рекомендуется БОС-коррекционные тренинги. Снижение эмоционального напряжения. Снижение эмоционального напряжения может быть у каждого человека в тот или иной период жизни. Поэтому БОС-коррекция – очень хороший способ для того, чтобы это эмоциональное напряжение снять. Коррекция психоэмоциональных нарушений. Я думаю, что вы понимаете, что если эмоциональное напряжение долго-долго-долго накапливается, оно через некоторое время может перерасти в психоэмоциональные нарушения. Поэтому я снятие психоэмоционального напряжения поставила на первый уровень. И если уже человек обращается и проходит развивающие коррекционные БОС-тренинги для снятия эмоционального напряжения, возможно, никаких психоэмоциональных нарушений у него не будет. Но очень часто люди не обращаются по каким-то очень мелким проблемам. Приходят уже с более серьезной, более уже тяжелой проблемой, но такие, как и психоэмоциональные нарушения. Это тоже является показанием к применению БОС-тренинга. Улучшение памяти, внимания, мыслительных процессов – это тоже очень актуальное показание, рекомендация для использования и применения БОС-тренингов. Ну и далее повышение уровня самоконтроля и самоорганизации – это то, что выше в определениях я сказала, что метод биологической обратной связи, он формирует вот это вот умение управлять самим собой, умение управлять физиологическими процессами организма. И, соответственно, повышается уровень самоконтроля и самоорганизации. То есть человек, который проходит комплекс БОС-коррекционных тренингов, он может стать более организованным, более способным контролировать свои процессы, процессы своего организма. Ну и повышение стрессоустойчивости. То есть стрессоустойчивости. Такой человек, у которого высокий уровень самоконтроля и самоорганизации, конечно, в стрессовой ситуации способен справляться с этим стрессом. Такой прибор у нас есть. Он называется система БОС-кинезис фермы нейротекс. И он у нас расположен в НОЦ-зиаткер. Это пятый корпус. Это административный корпус нашего университета. Казахстан-55, если кто-то хочет дать рекомендации, воспользоваться, пройти БОС-тренинги. И в целом, чтобы знать, где этот прибор есть и куда можно прийти, чтобы пройти эти БОС-тренинги. Система БОС-кинезис фермы нейротекс является техническим оснащением психофизиологической лаборатории. Точно так же, как и электроэнцефалограф. С 2012 года на базе ЦПК проводились исследования и обследования. И с 2017 года на базе научно-образовательного центра Зиаткер. И в данный момент мы работаем именно на базе научно-образовательного центра Зиаткер. И тоже есть у нас, так же, как и электроэнцефалограф, БОС-аппарат используется в нескольких направлениях. И сейчас мне бы хотелось показать именно наш опыт, как мы используем БОС-аппарат в нашей работе. Во-первых, это ознакомление с технологией БОС как одним из методов аппаратной коррекции и развития. И такое ознакомление проходит на занятиях в рамках работы научного кружка со студентами, в рамках работы с магистрантами, в рамках работы их исследований, проведения их исследовательских проектов. Это частые гости нашей лаборатории, это школьники, абитуриенты, психологи, педагоги, дефектологи, социальные работники нашего региона, представители системы образования, которые могут информировать родителей, педагогов, психологов, для того, чтобы люди могли воспользоваться БОС-коррекционным сопровождением. Второе, это проведение коррекционно-развивающих БОС-тренинга с участием детей с особыми образовательными потребностями по запросам родителей. По запросам родителей это БОС-тренинги, это БОС-эго-мониторинг, диагностика и консультирование. В видео, в котором я рассказываю об электроэнцефалографии, вы можете найти информацию и о БОС-тренингах, как это вместе и параллельно проводится у нас при работе. Коррекционно-развивающие БОС-тренинги с детьми. Кроме этого, БОС-тренинги проводятся и со студентами, с участием студентов. Это в основном развивающие и адаптационные БОС-тренинги. БОС-тренинги, мониторинг и консультирование. Последний наш проект, это участие студентов в БОС-тренингах. И участниками стали студенты из южных регионов Казахстана, обучающиеся по программе СЕРП. Расширение опыта и профессиональных компетенций студентов и магистратов в специальности дефектология, психология и с прошлого года и биологи участвовали в БОС-тренингах в области использования БОС-технологий. Все фотографии, которые вы видите сейчас на слайде, это все наши студенты, наши магистранты, которые работали на БОС-аппарате с клиентами, которые учились, как работать на БОС-аппарате и сопровождали детей с особыми образовательными потребностями совместно со специалистами, совместно со мной. Использование аппаратной БОС-технологии в научных и прикладных исследованиях. Это как итог нашей практической работы, это проведение исследований, это были дипломные проекты, магистрские диссертации, это были совместные исследования с кафедрой биологии в прошлом году. Теперь мне бы хотелось показать, как работает прибор. Сейчас я вам покажу, как работать на этом аппарате, как необходимо включать. Весь аппарат, весь прибор находится вот в этом компьютере. У него есть такая приставка, которая как раз и импульс трансформирует в электрическую активность, и идет запись на монитор компьютера. Здесь на рабочем столе есть программа, которая называется Кинезис. Открываем эту программу. Дальше идет база данных. База данных открывается. Если вы наш новый участник БОС-тренинга, то вот здесь заполняются данные, фамилия, дата рождения, пол, и дата проведения тренинга тоже сохраняется в компьютере. Вот тут нажимается «Сохранить», и вы сохраняетесь в базе нашего БОС-компьютера, БОС-аппарата. Дальше назначается БОС-тренинг. Вот здесь вот есть данные, показатели, по которым мы нажимаем, и открывается назначение тренинга. Сейчас в данный момент вы видите БОС-тренинги одного из наших клиентов. Это ребенок, который прошел у нас достаточно большое количество БОС-тренингов. И сейчас я открою одно из тренингов, БОС-тренинг 1, один сеанс. Он выглядит вот таким образом. Это не сохраненный БОС-сеанс, а это демонстрация, как это работает, когда клиент здесь находится на этом столе. На этот стол клиента, садится клиент на этот стол, мы ему одеваем вот такую вот повязочку. В слайдах вы увидите, как это выглядит на наших клиентах, на наших студентах, на детях. Бывают разные тренинги. Мы практикуем альфа-тренинг и бета-тренинг. И в зависимости от того, с каким запросом клиент пришел, с какой проблемой, соответственно, мы назначаем определенный тип тренинга. И электроды ставятся в соответствующие зоны головного мозга. Вот, одевается это на голову, вот так вот, значит, и потом аппарат включается. Вот, обратите внимание, нажимается здесь старт. Нажимается потом калибровка, обязательно калибровка нажимается, для того, чтобы настроить этот аппарат на конкретного ребенка, на конкретного человека. И здесь вы видите, пошли электроимпульсы. Сейчас аппарат считывает импульсы, которые свободно здесь считает, считывает электроды, да, поэтому это не показатели конкретного какого-то человека, а просто вот некие электричества, некое электричество, которое сейчас, в данный момент, с воздуха считывает электроды. И вот идет вот такая запись электроэнцефалографическая. Четыре канала здесь запускаются. И есть у нас несколько различных игр. Сегодня я вам покажу игру, которую мы чаще всего используем, которая называется «Полет». Мы чаще всего используем, потому что она очень интересная, увлекательная. Это четыре дракончика, которые находятся с левой стороны экрана, и которые необходимо глазами, через зрительный анализатор, через зрительный канал восприятия, необходимо привести к финишу. Но в данный момент, обратите внимание, да, что третий канал вот в свободном, так сказать, режиме пришел к финишу, да. Когда дракончик приходит к финишу, к финишу, вот к правой стороне экрана, программа показывает, победил участник номер три, и поздравляет, и поздравляет участника с финишем. И это очень показательно, да, то есть задача человека приводить этих дракончиков глазами через зрительный анализатор, приводить его все время к финишу. Таким образом происходит обратная связь, то есть через зрительный канал человек видит свой успех, достижение успеха, и закрепляется необходимый ритм реголовного мозга. Это очень интересно. И такие тренинги должны проходить регулярно. Тренинг не может быть менее 20 минут. Более 20 минут, до 40 минут может длиться тренинг один, босс-тренинг. А коррекционная программа, коррекционный комплекс тренингов или сеансов, он может быть, ну, допустим, начинаться с 10 тренингов, и дальше уже в зависимости от серьезности, глубины, проблемы, с которой к нам обратились родители, или обратился человек. Таким образом, в дальнейшем, возможно, мы будем вас знакомить еще более подробно с технологией работы тренинга босс-аппарата. И следующие видео будут посвящены вот более подробной технологии работы на босс-аппарате. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok